Деяния святых апостолов Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря В городе Иопия я молился и в выступлении видел видение Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно За четыре угла, спускаемое с неба И спустилось ко мне Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, присмыкающихся и птиц небесных И услышал я голос, говорящий мне Встань, Петр, заколи и ешь Я же сказал Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои И отвечал мне голос вторично с неба Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым Это было трижды И опять поднялось все на небо И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему Пошли в Эопию людей и призови Симона, называемого Петром Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале Тогда вспомнил я Слово Господа, как Он говорил Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа То кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана Прошли до Финикии и Кипра и Антиохии Никому не проповедуя слова, кроме иудеев Были же некоторые из них кипряне и киринейцы Которые, придя в Антиохию, говорили еленам Благовествуя Господа Иисуса И была рука Господня с ними, и великое число уверовав, обратилось к Господу Дошел слух осем до церкви Иерусалимской И поручили Варнаве идти в Антиохию Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры И приложилось довольно народа к Господу Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки И один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод Который и был при Кесаре Клавдии Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее Что и сделали, послав собранные пресвитером через Варнаву и Савла Продолжение следует... Продолжение следует...